видео специально для нашего товарища магомеда вот такие вот у нас сосенки березки такие вот поля есть не так сильно заросшие есть сильно заросшие елочки есть и сосенки красивые конечно некрасивые есть и осины вон есть все что хочешь любой каприз принципе заросло ну конечно везде по разному есть места где не так сильно не так густо заросшие есть конечно места где густо заросло деревья разные разные высоты есть высокие типа вот такой сосенки чего на метра три с половиной есть и березки отдельно стоящие тоже высокие есть низенькие деревья всякие ну снова конечно ель сосна береза осина четыре разновидность размеры разные от таких елочка красивенькая против солнышка плохо видно хорошая красивая елочка рядом хорошая красивая сосенка вот рядом еще березка примерно метров шесть высоту елочки такими до метра полтора елочка метр двадцать где-то какая пушистая красавица пушистая красавица метра два с половиной высоту это сина метра два с половиной высота а вот и похоже на тебя здесь Холотты похоже начинают летать Продолжение следует... Вот есть и просто полянки, вот осина, которую лось покушал зимой, они тут попадаются и лоси, и осины, и все, кто хочешь. Можно пруд, наверное, пестики. Начинают уже перерастать. Немного переросших. Какие-то цветочки. Так, как-то пройти, а то они в сапогах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот подхожу к следующей зеленой полося. Деревья у нас растут по-всякому. Сегодня камни снимать не буду. Сегодня буду снимать деревья. Потому что у нас сейчас цель... Часть из этих деревьев продать. Какие красавицы сосны. Пушистые. Пушистые. Елочки. Пушистые. Пушистые. Так... Ого. вот таким вот макаром у нас здесь все позарастал надо все это разделывать кругом муравейники земляничка начинает созревать цветочки прохладно бывает погода непонятная поэтому хорошо было бы если бы их еще опылили цветочки вот еще полянка с зимнейкой конечно местами попадаются и не очень ровненькие тем не менее хорошая пышная сосенка вот тоже хорошие пышные сосны вот там березка так это я иду здесь у нас сорок двадцать четыре гектара вниз своего поля я не отдам там не потому что сумму эти деревья чтобы у нас не так сильно обдувало здесь вот можно что-то повыкапывать и попробовать на посадку не густо посажен здесь здесь такие небольшие елочки полуметровые с нами иногда попадаются можжевельник ну конечно имеешь как касается это около метра а вот кстати можжевельник там можжевельник не знаю видно будет не за вот он вот можжевельник поближе сейчас подойду поближе какая пышная елочка красавица пышный тень есть высокие елочки есть низкие вот и можжевельник можжевельник тоже разный попадается это все маленькие есть побольше есть даже с ягодками здесь ягодки не видно можжевельник можжевельники разбивают два года здесь их не видно может быть завязи будут в этом году только вот осинки березки елочки сосинки можжевельник отличные места у нас сейчас еще покажу дальше сейчас прогуляемся конечно не по всей нашей территории у нас есть 320 гектар но по какой-то части дойдем до речки покажу что у нас растет внизу это уже большая осинка деревья всякие есть там 20-летняя черемуха черемуха душистая скажи мне ничего я не могу сфокусировать чтобы было близко расплывается какой вкусный аромат вот и очень много конечно больших деревьев очень много чем больше тем дороже конечно маленькие вот снова можжевельник даже не один-два можжевельник здесь ягодки есть интересные или нет еще вереск его по-моему называют второе его название тоже ягодки не видно попадают с ягодки а вот еще один можжевельник похоже на следующий год будут ягодки здесь уже погуще немножко тоже сырости тоже надо копать блоки и 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 покажу как у нас дальше здесь у нас чуть-чуть подальше заканчивается наши территории начинается уже чужая так что сейчас пойду показывать дальше наши территории нужно немножко вернуться до окраина этого леса повернуть направо таки вот елочки елочки тоже наши большие тоже наши большие солнышко за тучку зашло вот так вот такие вот у нас здесь уже лес не наш поражаясь над людьми мусорят везде везде ну что за такое взяли намусорили забери с собой увези и выкинь мусорку нет зачем увезить когда можно бросить в лесу не берегут лес несколько вот вот здесь снова наша земля не снова наша продолжается альфа альфа ты че это нифига я даже подочканул немножко бежала как будто броситься хотела вот вот такие вот березки есть здесь вообще они метров наверно по 8 пушистая елочка красивая примерно около пяти метров сначала не узнала да вот здесь тоже наши деревья местами конечно густо зарослось думаю и там тоже можно что-то повыбирать дождь дождь нам нам х от до Продолжение следует... Здесь мы, наверное, будем заготавливать веники в этом году. Естественно, собирать грибочки, так как у нас основной деятельности сбор лесных грибов и ягод. Здесь, конечно, густовато уже засеяно, чтобы можно было машиной собирать все это дело. Так, вот здесь тоже наши деревья. Здесь такой пятачок, я думаю, в том году на дрова себе напилили, в этом году нам будет вывозить. Такие вот елочки, березки. Заяц убежал. Как будто бы аллейками какими-то насажен. Так, вот здесь. Ну попадается можжевельник местами. Правда тут он какой-то засохший. Блячка видимо. Здесь когда-то вот на этом месте. На этом поле стояла избушка, когда здесь был колхоз еще действующий. И разводили здесь пчел. В этой избушке они зимовали. Только я точно не знаю где она стояла. Знаю что именно здесь. Где точно не могу знать. Ну когда-нибудь я думаю что узнаю. Может быть какие-то остатки от этой избушки все-таки когда-нибудь найдут, попадутся мне. Может быть конечно и нет. Может так местные жители покажут. Здесь местный житель дядя Вася. Хороший мужик. Он когда-то смотрел здесь за этими пчелами. Но потом отказался. Потому что никто их не сторожил. Все у него тут разворовали. Охрану от колхоза не ставили. И в результате дядя Вася отказался от них. Здесь скорее всего можжевельник выгорает наверно. На солнышке. Потому что открытая местность. Так-то он вон. Может конечно и болячка какая-то. Непонятно. Для меня непонятно. Вот. Сосинки, елочки, березки. Дядя Вася рассказывал историю. Как он. Когда он смотрел за этой пасекой. Пришел. А у него. Похоже долгоносик. С таким вытянутым носом. В конце у него усы. Ладно. Пришел в общем он на эту пасеку. У него ули на боку лежат. Это еще было при СССР. Все он. Пошел в ночь дежурить. Взял с собой ружье. Вот пихточка. Пихты кстати тоже попадаются. Взял с собой ружье. И стал сидеть ждать. Пришли трое медведей. Приходят, говорит. Пули только раз. На бок. Заваливает. Дядя Вася взял из ружья. В воздух выстрелил. Они сначала шуганулись вроде. И замерли. Посмотрели, посмотрели. Тишина. Раз и дальше шарудить. Тогда дядя Вася уже прицельно в одного медведя выстрелил. Сразу же все оставшиеся двое медведей разбежались. А этот медведь подбежал к дереву. Стал рычать. И обдирать кору из дерева. От боли. Ну и в результате потом. Покричал. Пообдирал. И ушел в лес. Ночью конечно дядя Вася за ним не пошел. Пошел с утра. Вот снова пихта. Пошел с утра. Взял с собой собаку. Подумал что его найдет. Но не тут то было. Никого он не нашел. Сначала шел по крови. А потом куда то все делать. Никого не нашел. Вернулся с пустыми руками. Возможно выжил. Возможно его просто ранил. Возможно где нить подальше. подальше. Возможно куда нибудь. Точнее подальше ушел. И там умер. Вот такая вот грустная история для медведя. Здесь большие пихточки. Совсем большие. Тоже получается на нашей земле. Кстати я думаю что нам наверное принадлежат. Просто по всей видимости в колхозе их не стали спиливать. чтобы был какой то ветро. Какое то ветро ограждение. Ветреный забор. А в дальнейшем они выросли. Вот такие вот большие. Ух. Как тут. Вот кто то ходил. Похоже кабаны что ли. Они сами копали. А почему то немножко. В общем так вот. Такие дела. Узнаем где тут у нас избушка. В общем это тоже наш участок. Тоже наш участок. Тоже наш участок. Пистики уже переросли. Я так хотел поесть пирожки с пистиками. Все никак не могу попробовать. Уже 35 лет. Ну что то как то. Не получилось у меня. Ни разу их попробовать. Хотя мама мне когда то обещала их состряпать. Ну дальше обещаний. Так и не ушло. Вот лосяш. Осину грыз. Живость у нас здесь конечно всякой разной. И зайчики бегают. И лосяши ходят. И кабаняши. Каждые твари по паре. И медведи бывают. И рысь в деревню выходила. Так что. Правда я ее сам не видел. Деревенских говорят что приходила. Кабанов еще не видел. Лосей уже много раз видел. Зайцев много раз видел. Птичек всяких там. То ли тетерев, то ли глухарь. Какая-то большая птица была. Тоже несколько раз видим. Прямо здесь у нас на нашей территории. Хоть платную охоту устраивай. Конечно в дальнейшем мы возможно будем этим заниматься. Будет у нас сбор грибов. И возможно разведем такую скотинку на которой потом будем охотиться. А вот. Как ушатый птичек. Все. Альфа услышала что ее зовут. Да альфа? Альфа. Альфа. А хранится. А хранится. Травка у нас еще можно сказать только вылезла. Что все были осенью. Еще листочки распустились. Видимо на березах листочки распустились. Хотя мы их осенью срубили еще. А думаю на этом все и останется. Да? Засохнут. Ну сколько веников. Веников говорю сколько? А? Сколько веников. Ёлка да? Пушистая. Много таких? Много да. Вот видео то и попросили снять. Потому что не такой вот у нас лес непроходимый. Который им там нафиг не нужен. А что есть? Что там? Повыбирать. Техника к такому лесу не подъедет. Затапывается. Кошура наху сразу едет. Ну а будет на тракторах наверное. На каких то вывозить все это дело. Ну это уже их проблема. Сюда то конечно фуры не подъедет. В деревне так вот зимой за ёлками. Аааа. Местные туда с ёлки покупали. Фуры подъезжали в деревню. И до деревни на тракторе. Они вытаскивают. В этом году надо будет. Пораньше ли бы лень откинуть. Может не будем даже. Почему? Может тут с этими людьми замутимся. Тут поинтереснее. С корнями это интереснее. Надо много. Чем без корней. Ну и конечно ямы этим глаз. Тоже беспонтово. В лажок пойдем вот тут сходим. Тут вот тоже дали. Зачем? Ну посмотрим. Можно сразу же здоровые щитые березы выкорчевал. Увез. Засадил. В московскую область. Не знаю куда-то в Москву возят. Чё блять там где? Там фурами по 100-200 фур. Где их? Вообще. Видимо нет. Ну видимо специально на посадке там что-нибудь. Засаживали. Нет.